Наступление на Николаев и Харьков. Гуманитарный коридор завода Азот в Северодонецке. Киевляне будут платить летом за несуществующее тепло. В Китае руководство подписало документ, разрешающий использовать китайские войска во всем мире. А разрешение нахождения российских войск в Никарагуа вызвало целый переполох в ряде стран. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 15 июня 10.00. И начну я с Донецко-Луганского направления. Как сообщает Институт изучения войны Соединенных Штатов Америки, битва за Славянск все приближается и приближается. То есть бои идут все ближе и ближе возле Славянска. Сам же Зеленский в своем очередном обращении подтвердил, что очень большие потери, болезненные потери на Донецко-Луганском направлении. И на Харьковском направлении. И здесь уже и Американский институт изучения войны и Генштаб ВСУ подтверждают продвижение российских войск в Харьковском направлении. Но правда Генштаб ВСУ несколько сменил сейчас различные формулировки. Сейчас формулировки по всем направлениям, где продвигается российская армия, звучат так, что проводят штурмовые действия. Ввиду штурмовые действия в районе, вот, к примеру, в Рубовке бои продолжаются. Американский институт же изучения войны так трактует, вот, к примеру, на Харьковском направлении, что армия Российской Федерации продолжила наступательные операции по оттеснению украинских войск от линий фронта к северу-востока от Харькова. Хотя этим же институтом изучением войны упоминаются, что некие контр-атаки украинской армии все-таки замедляют продвижение российской армии. Но по обращению Зеленского я думаю, что всем прекрасно все понятно, что очень болезненные потери на Харьковском направлении и на Донецко-Луганском направлении. Именно с этими событиями следуют истерические различные заявления, как можно быстрее предоставить Украине вооружение, потому что время уходит, время потеряно. И некоторые, так называемые, союзники Украины типа Польши требуют еще больше оружия, еще больше эскалации. Друзья, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там я могу размещать информации больше. Ну а пока что на Николаевское направление. В Николаевских группах многое можно понять. Но особенно интересно высказывание, так скажем, даже не знаю, как его назвать, ну короче, представителя Зеленского Кима. В Николаевских группах просто все больше и больше предположений о возможном наступлении, ну а также различные прилеты. И как таким уже не, как говорится, фонтанируют различными там идеями, что он там дойдет докуда-то и сейчас что-то захватит. Вот у него немножко тактика поменялась. Он заявил буквально следующее. Мы просто подорвем два моста. Николаев расположен между двумя реками. И если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвем. Город в таком случае это просто тупик, потому что им придется обходить реку. Ну, сказал глава пока что ОВА. Но почему-то Ким не объяснил, а как же быть гражданским, собственно говоря. Возможно ли эвакуация, а также каким образом будут доставляться те же продукты в Николаев, тоже Ким, конечно же, не объяснил. Учитывая тот факт, если вы помните, что в Николаеве, к примеру, и не было неделю вообще воды, и люди вынуждены были набирать воду в реке. Ну, Ким, как говорится, известны его заявления в стиле Зеленского, Арестовичей и Кличко. Ну и раз заговорили о Кличко, друзья, для моего родного Киева пришла такая новость очень интересная. Оказывается, теперь киевлянам нужно будет платить за несуществующее тепло. Да-да, вы не ослышались. Отопительного сезона нет, но оказывается, значит, за полотенцесушители все будут платить. И даже те, у которых стоят бойлеры, все равно будут платить за полотенцесушители. Странно, что Виталик еще не ввел налог, к примеру, на воздух, как в известной сказке Чиполина. Но, с другой стороны, ведь не каждый может заглянуть в завтрашний день и увидеть тепло, которое Виталик видит, а другие нет. Ну и две международных резонансных новости. С одной стороны, Китай, как вы помните, подписан соответствующий документ о том, что можно использовать китайские войска в невоенных целях, а сейчас можно использовать их за рубежом по согласию некоторых сторон. Ну, стран, которые, скажем, приглашают эти войска. Даже некоторые, так называемые, украинские патриоты взволновались этой новостью, а вдруг Китай свои войска отправит куда-то. Хотя, конечно же, таких заявлений даже не звучало. Хотя, перед этими событиями 24 февраля, в некоторых средствах массовой информации Китая звучала идея о том, что если с НАТО начнется какое-то столкновение, что Китай может послать свои войска. Ну, а по Никарагу у некоторых западных экспертов, ну, прям буквально тоже такое очень сильное волнение, потому что в случае размещения каких-то видов вооружений, да, то может быть очень серьезная ситуация, в том числе уже для американского континента. Хотя, вроде бы, разговор идет о различных гуманитарных миссиях. Пока, во всяком случае. Друзья, на этом у меня пока все. Обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.